Следующий, упоминающийся в истории, Ламех. Говорят, что Ламех – это анаграмма слова Мелех. Что значит анаграмма? Буквы переставлены в другом порядке, да? Мелех – это что? У царя должен быть ум. Он должен властвовать над сердцем. Мох. Ум. Лев – это сердце. И Кавод – это и печень, и слава. Да? И страсти тоже. Значит, ум должен властвовать над чем? Над сердцем. Сердце должно властвовать над страстями. У Ламеха все было наоборот. Лемех – это что? Лев – сердце. Потом мозг, да? Потом страсти. И в результате что случилось с Ламехом? Он тоже, как и Каин, совершил убийство. Почему же, интересно, Бог не наказал их смертью? Если по Торе – наказание смерти. Ну, Каина должен был Бог убить? По идее, да? Должен был убить. Да. По милости Божьей. С другой стороны. Еще потому, что иногда наказание – жить, смучиться, укресенье и совести. Или каждый тебе будет… А еще знак ему поставили. Помните? Печать там начало, или какой-то знак, который все видели. Что это убийца. И он жил с этим, да? И он жил с этим. То есть, это действительно серьезная вещь. И еще вы помните, например, сын Давида, Афшалом, он должен был быть тоже убит. Правда? Но Давид его помиловал по милости. И Давид его любил. Другое дело, что он восстал против отца. И уже погиб по другому способу. То есть, милость, опять-таки, и суд. Милость и суд. И вы знаете, что и Каин тоже дал потомство. И мы тоже потомки, как Каина, так и Шета. Вот поэтому люди потомки Каина и убивают друг друга. Потому что у них какая природа? Каина, да? У них природа Каина. Хорошо. Итак. Улямаха были следующие. Они очень похожи. Имена. Явал, да? Ювал и Тувал Каин. Явал – родоначальник обитающих в шатрах. По отношению интересных к Симу, к Шему, Тора употребляет слова «шатер» как дом учения. То есть, пребывать в шатрах – это пребывать в дворах божьих и жить в шатрах нечестия. Например, противопоставляется. Жить в шатрах нечестия – это что? Учиться от нечестивых учителей. Итак, Явал был кем? Ученым. Правда? Он был основателем науки. Он был ученым. Ювал – родоначальник играющих на арфе и свиреле. То есть, различных искусств. А Тувал Каин – это симбиоз имени Хевеля, Авеля и Каина. Тувал Каин – симбиоз имен Хевеля, Авеля, Туваль, Хаваль, Хевель, Каин. Он был создателем всяких орудий из меди и железа. Вот что интересно. И он был родоначальником промышленности. Итак, первое. Явал был родоначальником ученых. Юваль – родоначальником искусства. И третий – это промышленность. Промышленность. Рожданская и военная промышленность. Рожданская и военная промышленность. И еще интересно, что у них… Я сейчас не все буду рассказывать. Именно одно самое интересное для нас. Сестра Тувал Каима была Наоми. Наоми. Мы говорили об этом имени. Наоми от слова «наим» приятно. И в русской Библии «наиминь». Там есть несколько женщин, которые носили это имя. И это единственная женщина из рода Каина, которая упоминается. Так как она похожа имя на Ноах. Нои, да? Ноах. Нои, Наими. Наоми. То говорят, что подобно тому, как возлюбленная Соломона звали Шламид. Шламид. Хотя мы не знали, как ее настоящее имя, да? Но ее звали Соломониха. Да, Шламид. Вот так же и возлюбленную и жену Ноя. Как звали? Наоми, да? И таким образом мы включаем в себя и Каина, и Шета. Ну, Шета – буквально несколько слов. Имя Шет означает фундамент. То есть фундамента человечества. Следующий – Еныш. Слово Еныш – это от слова единственное число – это человек. В современном иврите сохранилось только множественное число этого слова. Анашим – люди, да? Анашим – женщины. Ну, как если ты человек-то, не? Ты жинка, да? Помните? В украинском языке. Анашим – это люди вообще. Анашим – это женщины. Эныш – это было единственное число. Так, Энос, Янос его называют. Следующий – Кайнан, родственное от Каин. Дальше – Малейл. Малейл. Что означает, что восставит Бога. Малейл. Халейл. Иль. Эл. Бог. Если у Каина был потомок, который стёрший имя Бога, то Ушета был потомок, какой восхалявший Бога. Следующий – Яред, спускающийся. То есть, всё равно, и Ушета было постепенно опускались, да? Яреда опустили. Яред спускающийся опущены, да? Педагогическая опущенность, короче говоря. Мир всё равно опускался вниз. Хотя, потомки Шета были лучше немножко, чем потомки Каина, но всё равно мир шёл вниз. Ханах – ещё один другой ханах. Он немножко звучит одинаково. Ханах и тот ханах. Но пишется немножко по-разному. Поэтому еврейская традиция и разное трактование. Первый ханах там был связан с культурой, а это от хана – милость. И о нём интересно сказано. В пятой главе 22-го стиха и дальше. Шёл ханах со всесильным после рождения Метушалаха 300 лет, и родил сыновей и дочерей. И было всех дней ханаха 300 лет и 65 лет. И шёл ханах со всесильным, и не стало его, ибо взял его всесильный. То есть, вот интересно, да? По-русски и ионах. Да, по-русски и ионах. Ханах, но там буквально не с всесильным, там вообще предлога нет. Двигался Богом ханах. Двигался Богом ханах, и Бог забрал его. Да, и вот это мы ещё пропустили, значит. Метушалах. Или мы говорим Муфусаил, да? Метушалах. Будут, умрут все посланные. Говорят, что Бог ждал, пока умрёт Метушалах. И когда Метушалах умер, что начался? Потоп. Начался потоп. Начался потоп. Ну, я сейчас подробно не буду говорить о потопе. Но вы знаем, что перед потопом земля, знаете, чем наполнилась? Да, злодиай. Какое употреблено слово? Оно всегда везде на устах. Сейчас на устах. Хамас. Хамас. Вот сейчас Хамас, это террористическая организация палестинская, да? Злодеяниями. Я сейчас подробно об этом не буду говорить. Но это тоже очень интересное толкование. И вы знаете, возникли очень множество генетических мутаций. Некоторые говорят, что это даже было специально. Сделано. Некоторые говорят, ангелы там спускались. Да, мы тоже не знаем. Но удивительно, что в те времена человек, как вид, имел очень много разных видов, очень много разных разновидностей. Ну, вот смотрите, есть собака вот такая, да? Есть собака вот такая. А с людьми такое бывало? Да. Вот говорят, что там ангелы встречались с женщинами, да? И рождались какие-то люди. И действительно, в районе Рейхона нашли под слоем ила в пещере. Этот слой ила мог остаться после потопа. Скелеты. Женщин небольшого роста, примерно метр пятьдесят. И мужчины где-то... Один мужчина и несколько женщин. Вот, у него, видно, гарем был. Да. И он был где-то два метра, где-то шестьдесят сантиметров. Можете представить. И шесть пальцев у него было. Вот какой этих вот великанов, которые были эти. Два метра шестьдесят сантиметров. В то же время все вы знаете сказочки про этих вот хоббитов. Хоббиты, знаете, такие маленькие. Так вот, обнаружили, что это не столько сказки. А это правда. Вот такие люди пятьдесят сантиметров. Причем взрослые люди пятьдесят сантиметров рост. Или неандертальцы. Интересная история с неандертальцами. Вот. Ну, неандертальцев считают обезьяны людьми. Хотя это неправда. Я уже говорил, что неандертальцы были весьма такие развитыми людьми. Они жили в тяжелых климатических условиях. Оледенение, не знаю. Наверное, все-таки это было до потопа или сразу после потопа. Когда климат испортился. Трудно сейчас хронологию поводить. Вот. Но некоторые считают пещерными людьми, да? В действительности, не так. Они жили в пещерах, но они были вполне людьми. Когда первого обнаружили в долине Неандер человека, это в Германии, это было лет через тридцать после наполеоновских войн. И вот нашли такого скрученного, кривоногого. И знаете, что сказали? Что это скелет казака, который воевал в тех местах против Наполеона. В действительности, почему? Они были такие сутулые и скрученные. Почему они жили? Такие. В результате ревматизма, полиартрита, остеохондроза. Это были нормальные люди. Иногда были случаи, когда приставляют к человеку обезьяне щелесть, ну, мы знаем такие случаи, к черепу человека обезьянь и щелесть. И говорят, вот это первобытный человек. Но я сейчас об этом не буду останавливаться. Но действительно, были различные расы людей. Впрочем, неандертальцев я и сейчас видел их. И часто я их вижу. Современный человек, это вообще, говорят, гибрид неандертальцев с карманьонцами, да? Вот. А неандертальцы, это действительно такие... Ну, вот Шварценеггер похож на неандертальца. Но это не мешает ему быть губернатором и возможным кандидатом в президенты. Правда? Хотя у него надбровные дуги, скулы, и все типично неандертальский череп. А все остальное, это уже результат тяжелых условий жизни, да, скрученности. Вот это. Ни больше, ни меньше. И динозавры жили вместе с людьми. Я сейчас не буду на этом подробно останавливаться. То есть, происходило интересно. Я в эволюцию не верю, как в эволюции, восходящие от низшего к высшему. Понимаете, есть изменение видов. Что открыл Дарвин? Он открыл закон изменения видов. Он рассматривал там голубогоцких верков на островах и нашел на каждом острове свой вид верков. Но этот верок не превратился в черепаху, да? Он находил разных видов черепах и, допустим, находил морских вот этих игуан. Но это же была все равно игуана. Вот когда Бог создавал, Он что создавал? По роду их. То есть, Он создал некое существо, собака. От этой собаки произошел Канус Люпус, собака-волк, и Канус Доместикус, домашняя собака. Да? Да. Что же? Шакал, поющая собака как-то по-латынию. Это я не помню. Поющая собака переводится. То есть, все это собаки. Но ни одна собака никогда в кошку не встала. И ни одна собака не вырастила крылья и не полетела. Правда? Вот в этом смысле эволюция невозможна. А как изменение видов, так Бог это все вложил. Так, что виды меняются. Вы знаете, что современные слоны, ну, как предполагают, произошли от мамонтов. Потому что, да, слонята рождаются волосатыми. Слонята рождаются волосатыми, потом лысеют, да. Лысеют. Не знаю. Я не пробовал средства того, чтобы лысе не остановился, да. То есть, или это, допустим, говорят, предки лошади. Там трехпалые, пятипалые. Между прочим, у них разное количество ребер. И они жили на разных континентах. Их просто так вот поставили, что вроде лошадь так вот развивалась. Лошади всегда были лошади. Но только разные. Ослы там, лошади Пржевальского произошли. Другие и так далее. Но по роду их. Чтобы вы поняли. И еще говорят, что ангелы спускались, и есть такая книга Ездры апокрифические, разные книги, которые рассказываются... А, книга Еноха, книга Еноха, которая рассказывает о том, как выглядели эти ангелы, и так далее. Очень упоминает, интересно, ангел Азазель. Он научил человечество тремя вещами, да. Он научил науке, военному делу, и научил женщин искусство обольщения. Да, косметики. И вот если мы будем видеть, как перекрывались, вот у меня здесь есть, до потопа, как перекрывались именно вот эти поколения, то мы увидим вполне, что Ной мог получить откровение от Адама. И Авраам застал сына Ноя Сима. То есть, так вот перекрывается. То есть, вот эти все откровения Божие, происхождение мира, обо всем этом они передавались из уст уста. Да. Дальше, вы помните, развились три ветви, да. Развились три ветви от человечества. Одно это Тсим, Хам, Яфет. Но все равно они продолжали все жить вместе и говорить на одном языке. А затем вот возникло такое Бавель. Бавель это Вавилон, да. Происходит от глагола Балаль перемешивать. Но Вавилон это было не просто название города. Куш родил Немрода. Тот начал проявлять могущество на земле. Десятая глава Бытия с восьмого стиха. Он был богатырем охотником у Бога на глазах. Поэтому стали говорить словно Немрод богатырь охотник у Бога на глазах. Он у Бога как бельма в глазу был. Это мой перевод отличный. Понятно, да? Вы знаете, что охота для пропитания разрешена. Но охота как удовольствие запрещено. Исав помните тоже был охотником. И это было сугубо отрицательной личностью. И был началом его царствия Бавель и Эрих и Акад и Кальне в стране Шинар. И вот имя Немрод поисходит от слова мерит бунт. И написано про Немрода Немрод Гаягибор Гибор сильный мужественный герой могучий. Помните Эль Гагибор Агадоль Анара Бог сильный. Бог сильный. И вот это противоставление Бог сильный и Немрод сильный. То есть Немрод он бунтовал. И он говорил что он настолько же сильный насколько и Бог. еще говорят что он был охотником охотником за человеческие души. Обладая выдающейся ораторской талантом то есть он был харизматической личностью он увлекал людей и побуждал их к бунту против Бога. То есть дух Немрода это дух бунта и грубой силы. И помните что тогда было все едино язык один и народ был единый. И двигаясь с востока люди нашли долину в стране Шинар и стали жить там. И сказали друг другу давайте сделаем кирпичи обожжем на огне и были им кирпичи вместо камня а асфальт вместо цемента. И сказали они давайте построим себе город и башню уходящую вышиной в небеса и создадим себе имя как бы не рассеяться нам по лицу всей земли. То есть видите как интересно Бог сказал наполняйте всю землю. Они хотели прежде создать себе имя и быть настолько же сильными насколько Господь. Вот что говорит Медраж. Мне интересно что мой дедушка еврей он мне никогда не говорил что он еврей конечно. Потому что самая великая вещь еврея это чтобы никто не догадался. Вот он мне рассказывал он мне рассказывал про ноя как ноя брал себе пара чистых живот он про Иисуса мне не рассказывал эти истории рассказывал дедушка если съед мы еще она будет чистая вот и он тоже рассказывал вот про эти кирпичи как падали кирпичи и люди плакали кирпичами не по людям как интересно он мне окажется рассказывал еврейский Медраж это я буквально с детства впитал себя это удивительно конечно вещи итак значит 7 лестниц имела эта башня с восточной стороны 7 западной с этой стороны люди несут наверх кирпичи и с той стороны спускаются когда кто-нибудь падал и разбивался на это не обращали внимания но если падал кирпич садились и плакали о горе нам когда еще принесут другой кирпич вместо этого правда это очень похоже на стройки которые производились в ГУЛАГе да вот этих Беломорканал или там БАМ или другие людей никто не ценил да но зато за каждый кирпич за каждый инструмент испорченный спрашивали действительно сейчас есть развалина такая состоящая из битого кирпича и вот эта развалина достигает 66 метров немало если 3 метра это этаж да это 20 с чем-то этажей вот такой дом высота башни 12,5 метров выше ну и 8 метров ширину основания там фундамента и свесть из башни высота холма достигает 75 метров окружность этих развалин 750 метров еще Геродот видел эту башню в более лучшем виде так сказать и говорил что это четырехугольная пирамида с семью террасами 850 метров окружности при основании похоже это на описание еврейского медорша то есть нечто подобное тогда существовало и вы знаете этот бунт против бога когда они хотели построить башню где увековечения свое имени но я не думаю что они были настолько глупые что собирались до неба добраться это имелось ввиду в переносном смысле что они такие великие будут аж до неба а вы знаете когда построили Титаник и за счет Титаник потонул когда построили Титаник одна из газет написала что это такой корабль который даже бог не затопит бог доказал это да и так видите сказал бог вот народ единый один язык у всех людей и это начало их дел и для их еще невозможного что бы ни вздумали делать давайте спустимся интересно как это бог говорит ангелам говорит или бог сам себе говорит давайте спустимся да бог отец и дух святой как говорится и перемешаем там их язык чтобы никто из них не понимал о речи другого и рассеял их бог оттуда по лицу всей земли и перестали они говорить да на одном языке и поэтому это называется бабель то есть смешение бог смешал языки и люди не понимают друг друга но знаете это непонимание даже больше чем в этническом смысле правда родители не понимают детей дети не понимают родителей друг друга даже в семье люди не понимают и были много попыток создания какого-то супер-пупер языка правда эсперанто еще другие языки если вам интересно как-нибудь я о таких языках вам расскажу да но никак ни одна из этих попыток не увенчалась успехом почему такова воля бога и я верю что первым языком который был вначале это кто был еврей да я думаю что когда мы встретимся в царстве божьем мы тоже будем говорить на еврей и некоторые его выучат на этих занятиях а некоторые сверхъестественным образом поэтому лучше не терять и врежут а сверхъестественным а сверхъестественным пониманием да а сверхъестественным пониманием языков вот и тут же возникла да идея примирения с богом что когда придет ишуа когда придет мессия то тогда все человечество тоже станет единым но до тех пор пока не пришел ишуа языки будут сохраняться правда вот видите даже тору невозможно перевести и был такой пример 14 лучших переводчиков собрались перевести одну и фразу эту же фразу каждый переводил потом давал следующему переводчику тот переводил и так далее по конце перевели на оригинальный язык текст текст был простым искусство пивового варенья так же старо как история человечества первым произнес фразу немец когда она к нему вернулась то он услышал с давних времен пиво являлось одним из любимейших напитков человечества но это еще ничего наши советские ученые сказали что наши советские переводчики лучше чем немецкие какие-то буржуазные американские переводчики они взяли Гоголя она сплетничала и ела вареные буряки по утрам и отлично ругалась и при этих разнообразных занятиях лицо ее ни на минуту не изменяло своего выражения что обыкновенно могут показывать одни только женщины было посажено не 14 как у буржуев а 20 переводчиков ну и должны пересекалять знаешь что в конце получилось выпив компот она выбросила из хижины старье а он радостно забил в там-там вот таким образом непонимание людей да вот еще в 1667 году на втором конгрессе психов тут у меня написано который назывался первым интернационалом была принята резолюция о необходимости проведения реформы орфографии и создание всеобщего языка братства наций вот Марс заявил Карл который Мордехай Леви вообще-то он Мордехай Леви да и он заявил что тогда было бы ничто не мешало интернациональному объединению всех народов ну и начали люди изощряться и придумывать разные языки в общем чем больше придумали тем страшнее дальше в лес и хуже дров вот ну интересные некоторые вещи знаете вот когда языки они логичны они каждый язык имеет свою логику правда каждый язык свою логику вот интересно что Бог Бог видите по-санскритски Пхаге это податель благ и богатый это кто богатый тот кто с Богом поэтому все молитвы сводятся к Богу дай 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 сразу и побольше маловато будет маловато будет смотрели мультики маловато будет вот такое мнение значит богатый человек тот кто с Богом правда божевельный тот кто без Бога безбожник вот сумасшедший свободный от Бога да вот а тогда как на иврите Бог Эль означает над или Эль Эль Бог какой Всевышний Всевышний русское слово молиться означает молить просить за себя а на иврите легит полель судить оценивать себя батя батка батька да это тот кто бьет батагом в молдавском языке сохранился первоначальный смысл этого глагола баты да но этот же глагол баты знаете как интересно когда говорится о людях серебролюбивых да которые любят деньги и любят этот мир в Торе употреблен этот глагол да родители вот наша главная идея да родить детей урод уродился семья не без урода а в иврите родители горим то есть наставники то есть главная задача это что воспитать человека видите как мы говорим такие мы и есть да если мы говорим брак то мы и имеем то мы и имеем слово человек произносилось раньше цело вече цело целое да собирать вече то есть человек нечто собранное сборная деталь сознание это то что сопутствует знанию мысль это то что мы есть мы есть мы есть мысль семья да это что-то сложное семья строить сложить вместе три компонента вот если взять логику русского языка да интересно есть в каждом языке своя логика обязанность происходит от какого слова обвязанность я обязан я обвязан да то есть чувство долго да украинский смиренный человек какой убогий убогий а есть еще слово злый день это тот бедняк который злоблен на бога воз дух возносится воз подниматься да дух дыхание воздух вода вода то что ведет куда-то потому что передвигались по рекам вода водит да водить вода значит смерть умирать но смерть означает смириться да успокоиться перейти в другой мир правда то что правит доминирует рух так же как и еврейское рух это движение дух да движение ложь от слова ложится правда стоит а ложь то ложится вот в украинском языке есть правда и кривда а кривда соответствует слову еврейского акеф яков был кто обманщик да акеф кривой исцелять делать целым душа от духа душа это маленький дух да думать думать это тоже означает иметь дух дума думать да жизнь жито хлеб то чем мы питаемся вот интересно слово война война на юриде лехем это хлеб от слова лехаем лехем то что лехаем а война будет милхама это борьба за что за хлеб а по русски война от слова выть да война вытье плач крик слезы немецкое слово крик крик соответствует русскому английская вообще война вор а по-молдавски разбой логика языка интересная да я могу привести много различных таких примеров если вам интересно но мы потом будем о этом останавливаться итак мы видим что произошло смешение языков да и дальше идет 10 поколений было до Авраама от начала до потопа и 10 от потопа до Авраама они перечислены так первые не надо записывать первые Арпахшат потом Эр потом Шелах Эвер Пелек и не интернациональным то та страна которая больше всего говорила о интернационализме скатилась в глубокий национализм правда и первоначально всегда мы видим что образовывался сначала семья потом большая группа людей племя да а затем нации вот дети Авраама видите Авраам от Авраама произошли все евреи мы сейчас будем уже размышлять о происхождении еврейского народа да скажите это были все евреи только потомки Авраама биологические помните Авраам когда вышел он захватил с собой тех людей которые он приобрел души которые он приобрел то есть среди людей окружавших Авраама были и непрямые биологические потомки он бы как бы катализатором вот знаете чтобы дождь собрался рассеивают мелкие кристаллы и каждый какой кристаллик является катализатором для того чтобы собралась вода вокруг него таким катализатором был Авраам то есть сначала идет семья потом идет племя а потом идет уже нация и есть различные типы государств государство это уже как результат и не всегда слово нация совпадает с государством есть нации которые состоят из очень многих разных людей вот ну вы знаете что чистых рас чистых наций вообще не существует в природе правда потому что не было такого народа который бы ни с кем не общался если говорить о чистоте расы то евреи более чистая раса чем немцы потому что евреи они жили где в Гетто жили да и меньше общались чем те же самые немцы по-другим вот смотрите к примеру вот допустим в Камбодже 80% хмеров кампучийцы 11% вьетнамцы 9% тайландцев в Таджикистане 49% таджиков а 51% афганцев интересно да причем сейчас таджики афганцы готовятся к вторжению в Таджикистан которые готовы до последней капли крови защищать местные таджики Конго 70% заирцев 15% ангольцев 13% конголезцев хорошо когда кто-то знает что он такой растет я русский я украинец вы знаете покопаться в родословной можно всех найти правда вот я например взять у меня я себя отношу вот последний переписи населения я сказал что я крымчак караим подвид из литовских караимов мы будем потом говорить о том что это за интересный народ ну во мне есть татарская кровь во мне есть еврейская кровь во мне есть украинская кровь и немножко белорусской крови да вот я собрал себя жена у меня жена у меня значит фамилия Григора Шенко в общем короче там польская молдаванская польская молдаванская да ну журавские неизвестные они тоже наверное евреи скорее всего потому что так мы размышляли и решили что журавские наверное евреи польская ведь итак какая же у меня нация моего сына а мой сын женился на девушке которой фамилия Брикс Брикс это старинная еврейская фамилия хотя они считают себя украинцами но вообще они из Словакии потому что в Словакии есть такой город Брикс где там все живут Брикс по преданию эти Брикс занимались вообще Брикс это может быть кирпич и мост наидишь и Брикс это как бридж английская мост потому что их предки занимались тем что на мосту собирали ну за проход моста деньги потом этих словак Брикс стало очень много и они переселились на Украину а теперь угадайте мои внуки какой национальности правда все перемешалось все перемешалось в особенности здесь на Украине казахи это тоже представители многих национальностей там есть и джунгары и кипчаки и татары которые тоже кипчаки если разобраться и русские и вообще кого там только нету да то есть смотрите да нету чистых чистых таких наций поэтому если кто-то говорит что он такой нации значит либо он открывает просто свои происхождения пуштуны видите да пуштуны в Афганистане например их живет 40% в Пакистане 60% пуштуны сами себя относят что они потомки царя Афгана а царь Афган был внук знаменитого царя Саула из колена Вениамина интересно да мы будем говорить о еврейских корнях разных народов может быть на следующем часе